всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости канала вы на моем кулинарном канале где я делюсь с вами проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом вот такой вот красивой замечательной а главное вкусной курицы поверьте попробовав один раз приготовить вы будете готовить так курицу постоянно чтобы узнать рецепт этой курицы смотрите видео дальше желаю вам приятного просмотра для этого рецепта мне понадобится 2 килограмма бедра я уже столько взял два килограмма хотите возьмите килограмм хотите больше но у меня здесь два килограмма я уже переложил большую глубокую миску чтобы мне потом было удобно перемешивать теперь беру сюда нарезаю крупную головку репчатого лука я ее взвесил вес у нее 120 грамм ну по весу не принципиально но желательно побольше чтобы не меньше 100 грамм и теперь нужно мне ее нарезать мелким мелким кубиком желательно чтобы был острый нож если будет тупой нож у вас мелко конечно же не получится нарезать а величина репчатого лука здесь имеет значение крайнем случае если уж не можете мне от мелко нарезать то возьмите или там на мясорубке перекрутите или натрите на терке то даже по моему лучше будет чем если нарезать мелко так теперь его пересыпаю к мясу курицы ставлю посередине чтобы вам было видно теперь добавляю сюда 20 грамм уже заранее измельченного чеснока это приблизительно где-то ну штук 6 или 8 зубчиков чеснока это зависит от того насколько вы любите чеснок можете класть больше можете меньше в общем по вкусу так дальше что я делаю солю по вкусу ну где-то чайная ложка думаю достаточно будет соль у меня морская стараюсь ее поменьше есть так что не хочу пересаливать дальше добавляю сюда пол чайной ложки черного молотого перца он у меня хороший такой острый бывает знаете такой попадается перемешку с какой-то трухой и он вроде его много сыпешь а он не острый а этот у меня хороший вот чуть насыпешь и прямо с от острота чувствуется поэтому тоже там по своему перцу определяйте вкус также мне понадобятся итальянские травы я их добавлю где-то две чайные ложки и молотая паприка паприки я добавлю 4 чайные ложки паприка здесь играет важную роль потому что от нее зависит красивый цвет курицы она здесь обязательно нужно и теперь все это перемешиваю сжимаю хорошо так лук натираю курицу чтобы она прям покрасилась от паприки и еще сжимаю лук чтобы он дал сок хороший такой была бы если луковая кашица если я перетер на терке мы вот лучше и что-то сразу не подумал об этом сделал как обычно хорошо хорошо прям перемешивая обтираю все каждый кусочек каждая бедрышка теперь перемешав хорошо и обтерев все бедра теперь я добавляю сюда кефир 300 миллилитров это это полтора стакана получается все и перемешиваем жирность кефира тоже не играет роль хотите один процент хотите два с половиной дня два с половиной процента жирности тут главное вот это молочная кислота которая в нем находится бактерии молочные они тут главную роль играет 300 миллилитров на такой объем бедра вполне достаточно если будете брать больше соответственно и всех ингредиентов берите побольше кефир такой должен уже покрашенный быть кстати забыл сказать это желательно делать с вечером потому что курицы в этой мари в этом маринаде нужно промариноваться подольше я сейчас с вечера ее мариную и уберу на ночь в холодильник завтра уже буду запекать если уж у вас нету времени а нужно приготовить ну хотя бы минимум три часа пусть она у вас помаринуется к примеру там если вам на обед нужно приготовить ее то хотя бы с утра замаринуйте хотя бы минимум три часа помаринуется потому что маринада зависит вкус чем дольше будет стоять мариноваться тем вкуснее у вас будет курица ну все я замариновала теперь убираю в холодильник на ночь и вот прошла ночь моя курица промариновалась очень хорошо промариновалась потому что и ночь прошла и утро и уже сейчас ближе к обеду я буду готовить себе ее на обед держал я ее под крышкой вчера сразу не показал вам так что теперь одновременно я достал курицу и сразу же включил духовку разогреваться до 190 градусов теперь нужно мне ее приложить на противень беру такой большой противень и смазываю его растительным маслом после того как я смазал теперь я перекладываю куриные бедра на противень оставшийся маринад сверху выкладываю на куриные бедра чтоб получилась красивая такая корочка потом у них все курицу разложил сверху маринадом покрыл и теперь убираю в духовку которая уже разогрелась у меня уберу пока на полчаса но покажу вам что дальше делать прошло полчаса меня вот видите уже выделился сок я теперь этим соком поливаю сверху всю курицу это нужно для того чтобы корочка не подгорела сверху и слегка так сказать увлажнилась все уберу теперь еще на 20 минут потому что у меня не слишком уж хорошо запеклись бедра видимо или плохо духовка разогрелась или сама такая духовка уже плохая в общем убираю еще на 20 минут а так вообще их нужно запекать 40 минут вот мои куриные бедра готовы смотрите красивые же на главное какой аромат ну вы этот аромат узнаете сами когда только приготовите я вас уверяю аромат просто обалденный а на вкус ну бомба просто все сейчас слегка остынет и я буду подавать и вот я переложил мясо на тарелку показываю вам теперь с другого ракурса как выглядит это восхитительно красивое мясо его можно подать с любым вашим любимым гарниром картошкой пюре или жареной или запеченной можно там гречку рис макароны в общем какой хотите я сегодня его буду есть макаронами так что мне приятного аппетита но вы теперь бегите скорее за курицей чтобы приготовить такое вот красивое и главное вкусное блюдо на этом я с вами прощаюсь не забывайте поставить лайки пишите свои комментарии если вы новенький на моем канале и вам нравится мой контент то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выходящие мои видео всего вам доброго пока до встречи у у